Продолжение следует... Так, вижу плюс-плюс. Брянск, Ангарск. Так, Курск с нами. Отлично. Так, кто еще? Не стесняйтесь, пишите. Если будут вопросы, задавайте их смело во время нашей встречи. Я с удовольствием на них отвечу, прокомментирую. Интересные комментарии. Все только за. Так, три города у нас. Брянск, Ангарск и Курск. Сейчас повыше посмотрю, кто еще с нами есть. Казахстан с нами на связи. Севастополь. Так, Москва тоже с нами. Отлично. Кто еще? Так. Я думаю, сейчас еще парочку человек напишут, и мы тогда точно начнем. Это будет понятно. Вот Екатеринбург с нами. Будет понятно, что все видят и слышат. И Мордовия. Отлично. Ну что же, давайте начинать. Тема у нас сегодня достаточно интересная. Не думаю, что так часто мы применяем методы драматизации на уроках английского языка, хотя на самом деле очень много полезного и интересного можно в этом всем найти. Ну что же, давайте попробуем разобраться по боку. Итак, прием драматизации – это одно из эффективных средств обучения иностранному языку. Астрахани вот вижу с нами. У учащихся развивается коммуникативная, творческая и культурная компетенция, способствующая формированию умений социального общения. Формируются актерские навыки, что способствует преодолению их стеснительности, повышается самооценка. То есть на самом деле у приема драматизации огромное количество плюсов, и я думаю, что мы их сегодня с вами, собственно говоря, увидим. Плюс, помимо, как мы видим, предметных навыков, да, то есть которые развиваются, это коммуникативные компетенции, например, развиваются еще и творческие способности, и социальные навыки социального общения и так далее. Так, вот Астрахани вижу к нам присоединиться. Драматизация – это то, что мы делаем каждый день. Это наше бытие, это настолько обычная вещь. Поэтому никаких специальных умений от учителя не требуется, просто нужно быть самим собой. Здесь говорится о том, что для того, чтобы внедрять прием драматизации на уроках, не нужно подчас никаких особенных каких-то упражнений, потому что многие из них мы увидим есть в учебниках. Не нужно какой-то серьезной подготовки, потому что и так подготовку к урокам, я думаю, отнимают у нас с вами достаточно большое количество времени, которое можно было бы потратить или с большей пользой, или в конце концов на себя, на отдых. Поэтому, конечно же, у этого приема есть еще и такие плюсы с точки зрения методической и с точки зрения подготовки. Так, ну что же, давайте продвигаться дальше. Что происходит во время драматизации? Во-первых, разрушается непонимание между учителем и учениками. Учитель становится менее доминантным. Это очень важный момент, на самом деле, поскольку предмет у нас такой, на котором мы очень много говорим, на различные темы, обсуждаем большое количество вопросов. И поэтому очень важно, чтобы было понимание между учителем и учеником, чтобы мы не становились просто каким-то авторитарным ментором. Очень важно, чтобы все-таки это был диалог. Потому что, когда на уроке наши учащиеся отвечают нам на английском языке по тому или иному вопросу, в первую очередь они хотят донести свое мнение до вас. Если у них нет такого желания, то очень сложно будет заставить их научить, заставить или научить. И, в первую очередь, это очень важно, чтобы мы не могли бы учителем и учить. Учениками, как учителем, учителем с учениками. Так. Это тоже очень важный момент, собственно говоря, об этом я уже только что говорил. Дети становятся свободнее, раскованнее, увереннее в себе. Опять-таки, тоже очень важный момент, поскольку очень многие из них прячут свою неуверенность, скованность как раз за проявлениями агрессии, за проявлениями различного другого характера. Но, в основном, конечно же, все это связано с нарушением поведения на уроке, потому что именно так они пытаются скрыть то, что сокрыто, скажем так, в них. Дети учатся работать в команде, терпимо относиться друг к другу. Это очень важный момент, поскольку действительно сейчас идет такая направленность на индивидуализацию, на эгоцентризм, поэтому работать в команде чаще всего они не умеют. Если мы хотим подготовить их к взрослой жизни, то, конечно же, им придется работать в той или иной команде, взаимодействовать с другими сотрудниками на своей работе или же с другими студентами в ВУЗе. Поэтому, конечно же, этот навык нужно развивать, и прием для роботизации тут может очень хорошо помочь. Формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои знания. Тоже важный момент, это когда они чувствуют, что есть ответственность не только за себя, но и за своих товарищей. Что их, собственно говоря, ответы будут приносить оценку не только им, но и их одноклассникам. Поэтому, конечно же, чувство ответственности им подчас его не хватает, здесь очень хорошо развивается. Ситуация успеха побуждает к дальнейшей деятельности. Тоже очень важный момент. Нам часто с вами говорят, я думаю, вы не раз это слышали, что не надо ставить двойки, создайте ситуацию успеха. Мы себе сразу же начинаем рисовать в голове, что мы даем суперлегкое задание, и наши с вами двоечники или-еле троечники справляются, и мы ставим пятерку и так далее. Ужасная картина. Здесь же, действительно, мы можем добиться того, что, особенно если это формальная драматизация, когда есть какой-то план, когда есть у нас с вами у каждого реплики, мы можем, я думаю, добиться того, что достаточное количество учеников справится с этой задачей, правит в итоге интерес к предмету, почувствует силу себе, поверит в себя, и будут уже дальше стараться заниматься английским языком, и наверстывать упущенное за предыдущие годы. Игра будет творческую фантазию, например, если это импровизация. Поэтому, конечно же, фантазии и навыки творчества необходимо развивать в учащихся, поэтому, конечно же, мы должны, собственно говоря, такой прием применять, поскольку вот сколько всего он нам может дать. Также драматизация способствует развитию социального сознания учащихся, то есть осознании себя в социуме. Это то, чего у них чаще всего нет, потому что, благодаря тому, что в современной школе нет никаких рачевого давления на учащихся, благодаря тому, что нет практически ответственности за свои поступки, они это переносят и на весь остальной социум, вне школы, и не осознают того, что вокруг есть люди, вокруг есть социум, что есть ответственность, что есть правила, и что их нужно исполнять. А совершенствование лингвистических способностей, да, то есть, соответственно, развиваются предметные навыки, умение говорить на английском языке, расширяется словарный запас, да, вот как чуть ниже написано. Выявление интересов и потребностей учащихся. Тоже важный момент, поскольку сложно заставить говорить по той теме, которая абсолютно неинтересна учащимся. Если, допустим, мне, например, неинтересна всегда была математика, то очень сложно заставить меня решить какие-то упражнения. С английским языком все намного проще. Всегда есть сфера интересов у каждого учащегося, даже у абсолютного двоечника. Или же есть такие вопросы, которые по нашей теме, по той, которую мы изучаем, да, но в каком-то ключе, в каком-то аспекте их может заинтересовать, и они проявят свой интерес. Вот это очень важно, и через период драматизации это можно сделать. Стимулирование использования иностранного языка. Да, то есть бывает, опять-таки, сложно заставить говорить на языке, стараются свести либо все к минимуму, либо даже переходят на русский язык. Поэтому, конечно же, воспользоваться таким стимулом, да, через драматизацию будет очень полезным. Так, про словарный запас говорили. Развитие навыков говорения, конечно же, улучшение качества речи, снятие психологического барьера, связанного с боязнью публичных выступлений и страхом совершить ошибку. Тоже очень частое явление, особенно когда учителя поправляют учеников не по окончании их выступления, а перебивая прямо во время их ответа. Да, возникает, и не только поэтому, в принципе, может возникнуть языковой барьер. Поэтому драматизация способствует тому, чтобы преодолеть языковой барьер и спокойно говорить на английском языке. Реализуемые принципы в приеме драматизации. Принцип коллективного взаимодействия, как мы с вами уже говорили. Принцип доступности и посильности. То есть создаем ситуацию успеха, но при этом она не будет столь очевидной. Учащиеся будут считать, что это трудная задача. Достигать результата и осознавать то, что у них все может получиться. Принцип активности. Конечно же, то есть не получится у них как-то отсидеться, отмолчаться, пережить этот урок. Принцип максимального сближения, координации во владении разными видами речевой деятельности. Соответственно, что-то им, если они собираются импровизировать, возможно, придется записать, запомнить, обсудить. Поэтому этот принцип тоже работает. Принцип наглядности, потому что мы им какие-то заготовки даем, либо же мы показываем какие-то картинки. То есть это тоже у нас все есть. Принцип прочности усвоения лексического материала. Здесь речь идет о том, что очень многие слова, которые мы только-только проходили, у нас с вами перейдут в активный словарный запас. Типа драматизации. Здесь я абсолютно уверен, написаны не все, но это, так скажем, самые основные. Да, я вижу, к нам присоединился Луганск. Очень много коллег к нам присоединяются сейчас. Мордовия присоединилась. Отлично. Так. Да, нас становится все больше и больше. Это просто замечательно. И еще раз напомню, если есть вопросы, интересные комментарии, то смело их пишите, я прокомментирую, отвечу на вопросы с при большим удовольствием. Итак, посмотрим. Типы драматизации. Пантомима, да, когда нам нужно что-то спародировать. Очень хорошая, интересная вещь. Мы сегодня с вами увидим примеры на пантомимы. Импровизация. Примеры также мы сегодня увидим. Неформальная драматизация. Вообще неформальная драматизация находится очень близко к импровизации. Вот Волжский тоже присоединился. А поскольку неформальная драматизация, собственно говоря, это неподготовленная драматизация. Формальная драматизация – это когда мы работаем со сценками, с каким-то готовым текстом, полностью разбираем роли, реплики, кому как, встать, делаем предварительные репетиции, читки. Это будет формальная драматизация. Ну, давайте теперь обо всем подробнее. Итак, пантомима полностью базируется на невербальном поведении для передачи значения, произнесенное вслух слово лишь часть коммуникации. Невербальное общение играет огромную роль в коммуникации в целом. И этот факт может быть использован при обучении иностранному языку. При помощи жестов и движений ученики разыгрывают сценку, которая символизирует не только действие, но также и настроение. Как мы можем увидеть, очень хороший прием, игровой, и может замечательно сработать в большом количестве групп учащихся. Импровизация. Это очень интересная форма работы на уроке. В основу данного типа драматизации положены следующие принципы. Это отсутствие подготовительной работы, например, написания сценария или заучивания ролей. Цель импровизации – это полная спонтанность. То есть максимальное приближение идет у нас с вами к реальной речи. У учащихся нет времени на подготовку. Их роли и ситуации предъявляются непосредственно перед инсценировкой. Как раз можно вспомнить еще и подготовку ГИ и ГУ сной части. Так, когда им нужно привыкнуть к тому, что у них нет долгого времени на обдумывание и условия задания не видят прямо сейчас, прямо перед собой. Она также довольно проста в подготовке для учителя. Все, что необходимо для урока – это список ситуаций для импровизации. Ну и, возможно, какой-то голосарий, если у вас группа слабенькая. Импровизация проводится непосредственно на уроке, обычно на заключительном его этапе, поскольку отнимает чуть больше времени, и звонок их может каким-то образом остановить от дальнейшего выполнения задания. Материалы для импровизации являются только известны всем ученикам произведения, а также только что прочитаны учащимися произведения любых главных произведений. Ученикам предоставляется полная свобода выбора языковых средств для реализации выбранной роли. Сохраняется лишь фабула произведения. При распределении ролей нужно следить, чтобы каждый ученик всякий раз получал новую роль. А то может получиться так, что все время одним и тем же ученикам, например, будут доставаться крайне короткие роли с необходимостью в одной-две фразы. Либо ученикам будет обидно, что кто-то все время получает главные роли, кто-то получает совсем уже третьестепенные роли. Поэтому за этим тоже нужно внимательно следить. Неформальная драматизация является самой легкой для представления, но в то же время самой непредсказуемой в смысле поведения учащихся. Этот тип драматизации предполагает большую изобретательность и свободу в интерпретации идеи или сцены из рассказа. Неформальная драматизация характеризуется большой степенью спонтанности. То есть здесь мы имеем в виду то, что, например, можно организовать какое-то свое прочтение главы или какого-то текста, придумать туда дополнительные фразы, переделать это все на современный лад. Это все возможно в рамках неформальной драматизации. Формальная драматизация, в отличие от неформальной, в высшей степени структурирована. Ученики либо читают написанный диалог, либо воспроизводят диалог, заученный для драматизации. Некоторым ученикам нравится заучивать роли, однако у других это отнимает много времени и является для них утомительным. Вместо того, чтобы звучать, естественно, ученики оказываются скованными и зажатыми. Чтобы избежать этого, можно позволять им читать реплики, а рассказчику слова автора. Самое главное, чтобы они справились, особенно на первых парах, и у них все получилось. Процесс работы над драматизацией можно разбить на несколько этапов. Сразу оговорюсь, здесь речь идет о формальной драматизации, но я буду делать комментарии, как поступить, если вы проводите импровизацию или неформальную драматизацию. Итак, первый этап будет знакомство с автором произведения. И, собственно говоря, знакомство с самим произведением. Этот этап будет присущ как и формальному, так и неформальному приему, неформальной драматизации. Знакомство и активизация новой лексики, работа по снятию языковых трудностей. Очень тоже важный момент, поскольку какие-то слова у нас не находятся в активном словарном запасе. Они, например, очень нужны для данного упражнения, для данной темы. Поэтому, конечно же, голосарии будут полезны как и на пассивной драматизации, так и во время приема... Прошу прощения, значит... Так, секунду, значит... Да, значит, новая лексика будет важна и во время импровизации, и во время формальной драматизации. Так, первичное прослушивание пьесы или первичный прогон, то есть когда идет чтение с учителем, или аудиозапись, или запись на диске, или же мы просто читаем в первый раз по ролям, примерно прикидывая, кто где будет стоять, как это будет примерно двигаться. Это, конечно же, только относится к формальной драматизации. Распределение ролей соответствует языковой трудностью пьесы и артистическими данными учащихся. В импровизации, неформальной драматизации будет все то же самое, потому что мы даем какие-то все равно роли, да, там какие-то короткие пояснения, поэтому, конечно же, это нужно все распределять определенным образом, то есть если ученик явно не может справиться с тем, чтобы, например, или выучить какой-то длинный диалог, или же, например, если это импровизация, ему явно отдаются главные роли, а он с этим не справится, то стоит поставить так учащихся, чтобы все-таки у всех все получилось на своем уровне. Индивидуальная работа с каждым учеником по выразительному чтению его реплик. Это, конечно же, для формальной драматизации только. Разучивание движений для танцевальной группы и, в принципе, своих движений во время спектакля. Переход от индивидуальной групповой работы. Репетиция от начала до конца со всеми спецэффектами, хореографическими, вокальными элементами. Это, конечно же, только к формальной драматизации. Перенос работы на сцену работы похоже на оформление костюмами и декорациями. Опять-таки только формальная драматизация. Генеральные репетиции, пока спектакли, все так же только к формальной драматизации. И, как мы видим, для импровизации и неформальной драматизации этапов работы будет намного меньше. Какие приемы на драматизации существуют? Это тоже не окончательный список, но, скажем так, самое основное. Во-первых, применение масок. Напишите, пожалуйста, если вы их применяете. Но я думаю, что, скорее всего, речь идет о начальной школе. В среднем старшие уже практически маски не применяются. Можно поработать с телеэкраном. То есть, когда мы вырезаем из картона телеэкран, и учащимся намного легче что-то импровизировать или проводить неформальную драматизацию, поскольку, условно говоря, они находятся под ту сторону экрана, и таким образом намного легче. Ну, а с другой стороны, они еще и горды собой, конечно же. Пантомима, как мы с вами говорили, импровизация, применение кукол, потому что учащиеся бывает такое, что намного легче работают с куклами, которые надеваются на руку, им легче передать свое мнение через какую-то куклу, поэтому почему бы и нет. И сценировки, конечно же, и спектакли. Сценировки могут быть как подготовлены, так и неподготовлены. Так, вот Светлана пишет. В начальной школе, хотя 5-8 класса тоже любят одевать маски. Вот, пожалуйста, да. Казалось бы, 5-8 класс, уже особенно 8-й, так совсем взрослый, но, тем не менее, им интересно работать с масками. Спасибо большое Светлане. Также всех призываю писать, если есть какие-то интересные мысли или вопросы. Иногда бывает такое, что применяется сквозная драматизация. Например, в happyenglish.ru Именно так и есть, когда применяется, собственно говоря, сквозная драматизация, когда у нас есть главные герои, это девочка Аня из России, и Ворон, который, Ворон учит Аню английскому языку, показывает различные грамматические структуры, в общем, полностью занимается образованием с точки зрения развития науков английского языка у, собственно говоря, ворона. В happyenglish.ru для второго класса мы можем встретить очень много вот таких текстов, которые помогают нам разобраться в социокультурных особенностях, помогают разобраться в грамматике, познакомиться с новыми словами. Это тоже будет также полезно, и плюс в начальной школе это воспринимается очень хорошо, и так намного проще усваивать достаточно сложные понятия, которые, возможно, они еще даже не успели пройти на урок русского языка. Пантомима. В данном случае предлагается создать пантомиму на песню A Happy Gnome. Эта же песня есть не только в happyenglish.ru для второго класса, но и в книге стихи и песни для младшей школы, то есть второй-четвертый класс. Значит, здесь нужно просто прочитать песенку и повторить ее за Мартина. На самом деле можно еще и показывать все то, что есть в этой песне. Например, A Happy Gnome. A Happy Gnome, я не знаю, например, он посохом постучал. The gnome is at home. Показали, что он дома. Born, born... А, бом, 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 да, постучали. His gold is at home. Да, его золото дома. То есть все это можно показать для того, чтобы, во-первых, лучше запомнилось, во-вторых, лучше произносилось. Еще одна пантомима уже из учебников Миле для третьего класса, где мы должны прослушать и сказать, where is the gem? Да, то есть, соответственно, один может задавать вопросы, другой на них отвечать, можно описать картинку, рассказать, что, собственно говоря, не так. Да, это все возможно. Еще один пример из Миле для второго класса, где мы с вами видим еще одно стихотворение, которое также можно полностью пантомимы проиллюстрировать. Соответственно, если у нас one, показываем пальцем one, типа one, one, one. Дальше побежали run, 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 показали, да. И так далее. То есть на все это можно придумать движение, и так намного лучше и рифмовка заполнится, и, собственно говоря, те слова, которые присутствуют здесь. В New Millennium English для восьмого класса мы можем встретить еще вот такую интересную игру, которая как раз предполагает импровизацию. Да, дается пример, но тем не менее мы должны делать это самостоятельно. Так, Светлана пишет. Можно сделать пальчиковую гимнастику перед письмом или после? Лучше делать, конечно же, до, поскольку учащиеся обычно к письменным упражнениям очень сильно устают. Каждый раз надеяться, что на английском языке им писать не придется, потому что по другим предметам они уже 2-3 страницы исписали. Поэтому, конечно же, это важный момент, но тем не менее, значит, стоит пальчиковую гимнастику лучше делать, да, чтобы размяться и, собственно говоря, приготовиться к письменным заданиям. Так, ну, с точки зрения, можно делать и после. Опять-таки, все зависит от того, в какой момент у нас идут письменные задания. Если, например, письменные задания ближе к началу урока мы даем, то, да, стоит в середине сделать перерыв и сделать пальчиковую гимнастику и, например, поработать с импровизацией лимпантамина, да, чтобы сменить немножко вид деятельности и применить отчасти здоровье сберегающие технологии. Еще один интересный пример из неумилением English для 5-го класса, где мы должны сыграть в time travel game. Задание такое. You are going to be time travelers and visit different times and places in a time machine. Make up groups of four, read the role cards and choose your roles. В данном случае каждый из четырех выбирает роль для себя. Мы можем в этом немножко помочь, можем облегчить задачи. У них у каждого есть карточка их роли. И, в принципе, благодаря этим объяснениям они должны прекрасно понимать, что от них требуется, что кому нужно сказать, для того, чтобы состоялась вот такая инсценировка, такая сценка, и они получили хорошие оценки. В неумилением English для 8-го класса мы можем найти еще один интересный пример, где нам предлагается сыграть в ролевую игру, которая будет являться инсценировкой. Ролевые карточки либо в конце учебника, либо в книге для учителя, вы их им раздаете. И, собственно говоря, они играют в эту игру, то есть пытаются как-то решить вопрос с посещением национального аквариума в Плимонфе. Такое тоже возможно сделать. Ситуация очень жизненная, очень понятная, поэтому я думаю, что у чащихся не возникнет проблем с мотивацией в выполнении данного задания. Очень интересное упражнение из happyenglish.ru для 11-го класса, где данное задание рассчитано авторами на два урока. В данном случае нам предлагается провести суд над глобализацией. У нас, соответственно, есть присяжные, у нас есть обвинители, у нас есть адвокат, у нас есть те, кто просто сопереживает. Очень полезное, очень интересное задание, которое помогает нам с вами объяснить тему глобализации для наших с вами учащихся в простой, понятной форме. Плюс, опять-таки, как я много раз говорил, подростки или даже чуть старше очень любят давать оценки, очень любят судить кого-то, осуждать. Поэтому им этот формат, я думаю, будет очень близок, и они с удовольствием примутся за выполнение подобного задания. Еще один пример импровизации. В данном случае это в миле для четвертого класса, где им необходимо выполнить вот такое задание. Choose a role and act out your dialogues. Соответственно, мы выбираем роли, мы работаем с диалогами, это все будет очень полезно и в пятом классе, и так далее, и у них уже не будет каких-то серьезных трудностей. Еще один пример импровизации. В данном случае пример у нас будет изнимлением English. Значит, здесь нам нужно выполнить вот такое задание. Make a project group. Say who can be what in your group and why. Значит, нужно рассказать, кто есть кто в нашей группе для того, чтобы создать проект. И нужно объяснить, почему он такой хороший и замечательный. Очень хорошее упражнение, которое помогает нам с вами и сплотиться, и помогает учащимся, помогает им, конечно же, активнее говорить на английском языке. Я думаю, что такое задание будет крайне полезным. Еще один пример на импровизацию happyenglish.ru для девятого класса, где нам необходимо представить, что мы находимся в какой-то точке А. Давайте сейчас ее нарисую, например, вот так. А нам нужно попасть в точку B. И, соответственно, мы должны, то есть второй учащийся должен объяснить, как там пройти. В соответствии с его объяснением мы будем вести пальчиком по этим улицам. И если у него получится, собственно говоря, то все будет замечательно. Да, соответственно, они хорошо справились, да, импровизация. Можно сказать, что если не будет получаться провести человека в нужное место, то придется застроить весь парк, да, например. Вот такая жизненная ситуация. Так, ну что же, давайте продвигаться дальше. Так, сейчас. Еще один интересный пример. Это пример из пособия Business English for Young Adults для десятого-одиннадцатого класса. Как понятно из названия, их готовят к взрослой жизни. Здесь и профориентационные вопросы затрагиваются. И здесь тоже есть очень интересные упражнения, которые можно провести в формате инсценировки. Можно и как неформальную дискуссию проводить, да, то есть с большим количеством подготовки. Все это у нас здесь присутствует. Нужно поработать в парах, выбрать себе карточку с ролью и подготовиться к интервью. Да, дальше в карточке роли говорится, что должен спросить интервьюер, как должен ответить тот, кто пришел на собеседование. Очень реальная такая, скажем так, реалистичная ситуация, с которой они столкнутся в недалеком будущем. Поэтому я думаю, что с удовольствием они выполнят данное упражнение. Это будет очень полезно и с точки зрения развития навыков говорения, и с точки зрения метапредметных умений, универсальных учебных действий. Либо ролевая игра Smalltalk, где нам необходимо пообщаться в кругу и выполнить все необходимые условия, чтобы, собственно говоря, достигнуть результата. Еще один пример. Это всем знакомая игра в сломанный телефон, где нам необходимо разделиться на две команды и донести, собственно говоря, сообщение от первого участника до учителя. Правила очень похожи на те, которые были в игре «Сломанный телефон». И, собственно говоря, таким образом у нас с вами учащиеся могут интересно поработать. Это будет интересная инсценировка. Как они это будут показывать, может быть, кто-то будет еще и фантомимы использовать. Я думаю, что с удовольствием они поработают в данном формате. То есть, собственно говоря, такие возможности у наших учащихся тоже есть. Ну что же, давайте продвигаться дальше. Еще одна ролевая игра, также из пособия электронного учебника Business English for Young Adults. Ролевая игра. Необходимо разделиться на три группы. Группа А будет вот что делать. Who are going to make a phone call? Group B. Who are going to receive a phone call? And group C. Observers. Group A and B work with the row cards and plan the phone calls. Group C works out the criteria for a successful phone call, which they will refer to the observing for the other two groups. Да, то есть, очень интересное такое задание, которое могут выполнить наши с вами учащиеся. Плюс у них есть третья группа, которая будет являться арбитрами. Задача понятная, да, то есть донести свое сообщение от группы А до группы B и проверить, что действительно они приняли вот эту информацию, осознали. Очень хорошее, интересное задание. Может получиться замечательная инсценировка, полезная учащимся и с точки зрения предметных умений, так и метапредметных и личностных результатов. Таким образом, мы постепенно подходим к концу. Я сейчас постараюсь подвести итоги. Если у вас есть чем дополнить, то обязательно дополняйте. И потом я сделаю еще несколько объявлений и, собственно говоря, дам вам код для скачения сертификата. Итак, таким образом можно сделать вывод, что драматизация способствует достижению следующих результатов. В предметных это развитие навыков устной речи, поскольку у нас учащиеся общаются. Расширение лексического запаса, поскольку активизируется словарный запас, который проходили мы на последних уроках. Постановка произношения, отработка фонетических трудностей. Применение полученных знаний при общении на иностранном языке. То есть создаются ситуации, которые провоцируют действительно к общению на английском языке. Также, если мы, например, работаем с формальной драматизацией и ставим какую-то пьесу, то тоже будут запоминаться слова, и нужно будет выкручиваться, если они какие-то слова забыли. То есть это тоже полезно, и почему бы не делать, ну, например, раз в полгода, не давать какой-то спектакль на английском языке. В метапредметных идет формирование личности, способной к межкультурному общению через коммуникативное умение, развитие мышления, памяти, внимания, актерского мастерства, развитие интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности детей. То есть когда мы применяем прием драматизации, всегда можно говорить, что при любой проверке, что все подходит у нас по вкус, что мы, собственно говоря, развиваем учащихся со всех сторон, поэтому все замечательно. Личностных, воспитание, умение работать в команде, дружного коллектива, ознакомление с культурой и обычаями англоязычных стран, то есть воспитание социокультурной компетенции и всестороннее развитие личности учащегося средствами иностранного языка. То есть тоже большие результаты могут быть, как я говорил, можно научить их работать в команде, научить, познакомить их с культурой англоговорящих стран. Это тоже будет крайне полезно и актуально им потом в дальнейшей жизни. Ну что же, если есть что добавить, то добавляйте. Я сейчас с вашего позволения сделаю еще несколько объявлений, которые будут вам, как мне кажется, интересны. Итак, уже 30 ноября у нас пройдет семинар-тренинг по теме инновации и технологии в работе учителя английского языка. Так, да, вот абсолютно согласен с Борисом Ивановичем, что для драматизации в начальной школе можно найти много материалов, пособиях Радислава Петровича Эмилиева. Да, 12 шагов, выразивающиеся задания, стихи и песни. Да, абсолютно согласен, в начальной школе для дошкольников все там есть и просто уже такое количество примеров, я думаю, сегодня было бы не актуально. А действительно там все это есть и остается только применять полученные сегодня знания полностью согласен. Итак, у нас пройдет семинар-тренинг 30 ноября в Москве и вы еще можете успеть на него попасть. По итогам семинара-тренинга вам будет выдано удостоверение о повышении квалификации гособразца на 16 часов. Возможно, даже получится и на 18 часов, сейчас вопрос обсуждается, но не меньше 16. Спикеры у нас интересные, это будет Петр Степичев и Рон Морейн. Также вам будут выданы еще и материалы для изучения самостоятельно, для того, чтобы, собственно говоря, оправдать такое большое количество часов. Также вам будут выданы разные подарки от издательства, титул, будет там и книга торговли от издательства и, конечно же, очень вкусный, интересный кофе-брейк. Плюс вы сможете пообщаться как со мной, так и с Аленой Евгением Никозевичем, с Алексеем Васильевичем Конобеевым, мы все будем там. Сможете задать в перерывах вопросы, обсудить все, что вас волнует. Поэтому присоединяйтесь, будет очень интересно. Можете посмотреть по ссылкам и в наших соцсетях отзывы о предыдущих семинарах. Присоединяйтесь, не пожалеете. 9 декабря у нас пройдет Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные технологии обучения английскому языку». И, собственно говоря, мы приглашаем вас на эту конференцию. Время со скольки до скольки будет, уточним чуть позже. Сейчас мы в первую очередь ищем лекторов, спикеров, которые захотят выступить. Придет прием заявок на научно-практическую онлайн-конференцию. Выступления будут небольшие, на 10-15 минут. У вас есть возможность поучаствовать, получить потом сертификат о том, что вы выступали. И я думаю, что и коллегам будет интересно узнать о вашем опыте, пообщаться с вами. Поверьте, это действительно очень интересно и полезно. Поэтому присоединяйтесь, присылайте заявки и, конечно же, участвуйте в онлайн-конференции. Также у нас проходят конкурсы репостов, где мы разыгрываем тренажер по чтению слова и фразы автора Елены Русиновой. Проходят этот конкурс ВКонтакте. Поэтому также вы можете сделать репост, там элементарные правила, которые нужно выполнить. И, собственно говоря, может именно вам повезет и вы выиграете одну из трех книг в данном конкурсе. Итак, вот и мы подошли к завершению нашей встречи. Я вам расскажу, как получить сертификат. Можно получить, конечно же, и бесплатный электронный сертификат номерной. Да, и кому необходимо, можно теперь заказывать еще и печатную версию. Как это сделать, я сейчас расскажу. В первую очередь нужно получить электронный сертификат. Для этого скопируйте код из чата и пройдите по ссылке, указанной в чате. Сейчас, когда я закончу, я эту ссылку выложу. По электронной почте, если вам нужен еще и, собственно говоря, бумажный сертификат, вам нужно будет отправить свой электронный сертификат и заявку в свободную форму на получение печатного сертификата на адрес connectsobaka.industry.ru В заявке укажите полный почтовый адрес для доставки печатного сертификата. По электронной почте вы получите счет на 150 рублей. И после получения оплаты вам будет выслан сертификат по почте России. Ну что же, спасибо вам большое. Я выкладываю код для скачения сертификата. Я надеюсь, сегодняшняя встреча для вас была интересной, полезной. И вы с удовольствием будете присоединяться к нашим вебинарам в декабре. У нас достаточно обширная программа, много интересных тем, лекторов. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Мы, собственно говоря, вас будем очень ждать. Спасибо большое. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok